Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего доклада — метод построения расширенных конечных автоматов по HDL-описанию на основе статического анализа кода. На данном слайде представлена упрощенная схема разработки цифровой аппаратуры в том виде, в каком она принята современными разработчиками. Вначале формулируются требования на целевой аппаратный модуль, и в результате процесса проектирования данные требования описываются в некотором текстовом виде, называемом HDL-описание. Это описание на языке семейства HDL, HDL RV Description Language. И далее запускается процесс синтеза, он в той или иной степени автоматизирован, и в результате приводит к готовому чипу. Это представление аппаратного модуля на специализированном языке. Наиболее популярными языками в данном случае являются VHDL и Vrilog, которые по своему синтаксису близки к таким языкам, как C и Ada. Основными компонентами HDL-описаний являются модули. Это представление структурных свойств аппаратуры, то есть из каких она состоит блоков, и как эти блоки между собой связаны интерфейсами. Интерфейсы — это наборы входных и выходных сигналов модулей. Поведение аппаратуры описывается в процессах. Каждый процесс постоянно находится в состоянии ожидания возникновения событий из так называемого списка чувствительности. Список чувствительности — это набор пар вида сигнал и некоторые события. Как правило, это изменение значения сигнала. Если какой-либо сигнал из списка чувствительности поменял свое значение, то при этом процесс исполняет содержащийся в нем код и ждет следующего события. Верификация аппаратуры вообще и HDL-описаний в частности — это очень сложный, дорогостоящий процесс. Вне зависимости от методов, очень популярны модели для решения данной задачи. При этом выделяют как модели, которые построены вручную на основе анализа требований заданных в виде технического задания или документации. Так вот, особый интерес вызывают модели, непосредственно извлекаемые из исходного кода. Мы в своей работе как раз рассматриваем модели именно такого класса. В качестве примеров моделей можно привести сети Петри, коммуникационные сети и разнообразные автоматные модели. В частности, мы в своей работе занимаемся так называемыми расширенными конечными автоматами. Сущность эта достаточно известна. Я все-таки дам ее краткое объяснение на примере автомата простой очереди. Очередь обладает следующими параметрами. Это ее размер size и степень заполнения n. Считаем, что очередь принимает воздействие только двух видов. Воздействие типа push добавляет элемент в очередь, добавление типа pop убирает один элемент из очереди. Для такого объекта можно предложить следующий простой автомат вида расширенного конечного автомата. Что он из себя представляет? По сути, это обычный конечный автомат, то есть набор состояний. Здесь их всего два, соответствующих пустой и непустой очереди. И система переходов между ними. В чем особенность именно расширенных конечных автоматов? Она состоит в том, что, во-первых, автомат обладает собственным набором переменных, как входных и выходных, так и внутренних. И вторая особенность важная в том, что каждый переход автомата снабжен двумя атрибутами. Это так называемые охранные условия, предикат и действия, которые можно интерпретировать как последовательность присваиваний. Семантика их следующая. Если автомат находится в определенном состоянии, допустим, очередь пуста, и для какого-либо исходящего перехода выполнено охранные условия, например, пришел сигнал push, то выполняется связанное с данным переходом действие увеличения степени заполнения очереди на единицу, и автомат переходит в новое состояние. То есть очередь становится не пуста. Как один из шагов извлечения EFSM-моделей из исходного кода или его частей используется при решении ряда задач. Все существующие ныне методы обладают теми или иными существенными ограничениями. То есть либо модель извлекается не из всего исходного кода, а только из какой-то части, либо на самый исходный код накладываются жесткие ограничения, которые не позволяют такой метод использовать для промышленной, индустриальной цифровой аппаратуры. Но тем не менее диапазон задач, для решения которых требуются расширенные конечные автоматы, он достаточно широк. То есть это и задача логического синтеза, и задача ускорения симуляции, ускорения прогона тестов на целевом модуле. И нас особо интересуют задачи, связанные с верификацией, в частности генерацией функциональных тестов по расширенному конечному автомату. Поэтому мы предлагаем свой подход извлечения расширенных конечных автоматов. Подход содержит следующие основные стадии. Первая стадия — это построение промежуточного представления исходного кода. Вторая — это трансформация данного представления в систему охраняемых действий. На данном шаге выполняется анализ исходного кода с целью выявления в нем специальных переменных типа синхросигналов и переменных состояний. Далее выполняется построение пространства состояния расширенного конечного автомата и отношение переходов. В качестве промежуточного представления исходного кода мы тут ничего нового не предлагаем. Мы используем стандартный подход извлечения графа потока управления. На данном слайде приведем пример такого графа для модуля арифметико-логического устройства. Тут все достаточно просто. Условные операторы, базовые блоки, операторы слияния и так далее. Второй этап — это трансформация графа потока управления в систему охраняемых действий. Во-первых, это пары вида охранных условий действия, плюс каждую из них мы снабжаем особые конструкции, называемые часами. То есть часы — это некоторое множество событий над сигналами. В каком-то смысле часы — это примерно тот же самый список чувствительности. Охранные условия следует интерпретировать на уровне исходного кода как условия витвления, а действия — это список присваиваний. Результатом преобразования графа потока управления является решающая диаграмма. То есть по сути это тот же граф потока управления, но в котором все вложенные условные операторы подняты на верхний уровень. Таким образом, что каждый путь в графе может быть разбит на две части. Это непрерывная последовательность условных операторов, быть может пустая, и непрерывная последовательность базовых блоков. Соответственно, каждый путь — это некоторое охраняемое действие. Если условие выполнено, то мы по пути можем пройти и последовательность базовых блоков выполнить. На такой структуре данных можно анализировать зависимости между разными путями, в частности, зависимости по данным. Мы говорим, что переменная определяется в охраняемом действии, если в каком-либо базовом блоке содержится присваивание этой переменной и какого-то значения. Если переменная используется в условном операторе или в правой части присваивания, то мы говорим, что переменная в охраняемом действии используется. причем в зависимости от того, где она используется, в условном операторе или в базовом блоке, разделяют в зависимости по управлению и по данным. На этих определениях основаны наши эвристики. Эвристики определения синхросигналов и переменных состояний. Мы считаем, что сигнал является синхросигналом, если он удовлетворяет следующим требованиям. Это входной однобитный сигнал, он присутствует в списке чувствительности хотя бы одного процесса, и этот сигнал не используется в присваиваниях. Что касается переменных состояний, то мы предлагаем следующую эвристику. Переменная считается переменной состоянием, если она не является входным сигналом. Если существует некоторый путь, в котором эта переменная сначала используется в условии, а затем ей присваивается некоторое значение. И дополнительное условие стоит в том, что переменной не присваивается напрямую значение какого-либо входного сигнала. Мы считаем, что состояние непосредственно от входного сигнала не зависит. Необходимо проводить какие-то промежуточные вычисления. Следующий шаг алгоритма — это построение пространства состояний, расширенного конечного автомата. Для этого мы анализируем пути в решающей диаграмме. Для каждого пути извлекаем ограничения именно на переменные состояния. Полученное таким способом множество условий ортогонализируется, то есть разбивается на множество попарно несовместных условий. Каждый из этих условий задает состояние расширенного конечного автомата. И финальный шаг алгоритма — это построение отношения переходов. Для того, чтобы его построить, перебираются пути в решающей диаграмме. Каждый путь — это переход расширенного конечного автомата. Действие перехода — это терминальная последовательность базовых блоков, а условия — охранные условия пути. При этом, допустим, переходы мы построили. Следующая задача — это определить для каждого из них начальную и конечную вершину. Начальная вершина определяется посредством анализа совместности условия в состоянии автомата и части охранного условия, зависящего от переменной состояния. А конечная вершина определяется посредством анализа совместности состояния и слабейшего предусловия. Попробую данный алгоритм пояснить на простом примере. Пусть у нас X — переменное состояние, Z — это некоторые внутренние переменные, и Y — входные сигналы, а Action 1, Action 2, Action 3 — какие-то базовые блоки, какие-то пересваивания. Пусть у нас извлеклось три таких пути, тогда для них пространство состояния будет простым — X равно 0, X равно 1. И посредством анализа совместности охранных условий и состояний мы определяем, из какого состояния каждый из переходов может начаться. Где каждый из этих переходов закончится, это уже зависит непосредственно от типа присваивания. Если слабейшее предусловие удалось построить таким образом, что оно совпадает с каким-либо уже существующим состоянием автомата, то конечная вершина определяется однозначно. Если таких вариантов может быть несколько, то на каждый из переходов накладываются дополнительные условия. Что мы имеем, например, в примере Action 3, где Z внутренняя переменная равна не Y, а переменная состояния присваивается Z. Тогда переход по данному действию может привести в два состояния, но с наложением дополнительных ограничений на входную переменную Y. Каковы текущие результаты данной работы? Предложенный метод был реализован в прототипе инструмента HDL Retroscope. Инструмент поддерживает анализ описаний на языках VHDL и Verilog. На данный момент не полностью, то есть не все синтаксические конструкции языков поддерживаются. Проведена апробация данного инструмента на пакете тестов ITC99. С учетом ограничений на анализируемые конструкции языков удалось извлечь расширенные конечные автоматы для 13 описаний из 22. Это были описания небольшой сложности, то есть величина каждого из них не превышала порядка тысячи строк. Соответственно, пространство состояний было тоже невелико, это десятки состояний, и отношения переходов тоже были небольшими, мощность их составляла тысяча переходов. Интересный результат дали евристики. То есть евристика определения синхросигналов всегда возвращала сигналы типа CLOCK, это сигнал тактовой частоты, и RESET, сигнал асинхронного сброса. Что касается переменных состояний, то тут тоже евристика угадала. Всегда извлекались переменные в названии, содержащие корень STAT. То есть это либо STATE, либо STAT. Пакет тестов писали итальянские ученые, поэтому язык тоже накладывал свою специфику. И тут наша евристика совпала с мнением разработчиков насчет того, что понимается под переменное состояние. Перехожу к заключению. Нам предложен новый метод построения расширенных конечных автоматов. Он опробирован на описаниях небольшой сложности. В дальнейших наших планах является поддержка большего количества синтаксических конструкций и языков описания аппаратуры в рамках их синтезируемого подмножества, апробация метода на описаниях повышенной сложности и применение построенных моделей для решения задач верификации. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. У нас есть время задать даже несколько вопросов. Вы строите расширенный автомат для какого-то устройства. Как именно вы верифицируете эти автоматы? Тут основных подходов два принято в индустрии. Это формальная верификация, то есть строгое доказательство свойств определенных. А второй путь — это имитационное. То есть наблюдение за поведением устройства в некотором симулировом окружении. Вот пример свойства. Вот у вас автомат моделирует какое-то сложное устройство, а свойства — что он реализует какую-то простую функциональность. Например, числа с плавающей точкой перемножает. Вы, грубо говоря, должны доказать эквивалентность в смысле бессимулейшн, что ваш большой автомат бессимуляционный эквивалентен какому-то простеньку автомату. Как вы это делаете? Ну, дело… Ну, видимо, вопрос о том, откуда берутся вот эти знания, о том, что автомат должен сложить или перемножить два числа. Эти знания берутся только вручную. То есть автомат извлечь и транслировать в какую-то систему, принимаемую модул чекингом, можно, но инварианты взять неоткуда. Их придется дописывать руками. У меня в журнале «Информатика и применение» во втором номере есть статья, как раз посвященная именно вот этому. И метод юрификации связан с построением такой вот бессимулейшн с параметрами. В общем, рекомендую посмотреть «Информатика и применение» второй номер. Есть работы, по-моему, немецкие по Guarded Action. Да, Кайзер Слаутер. Ну да, но у них модель-то временная, а, похоже, у вас нет. Нет, здесь модель потактовая. То есть один переход выполняется за один такт. Вот. А чем отличается ваша работа от их? Ну, насколько я помню, в работах Кайзер Слаутер все-таки там была постановка задачи немножко другая. То есть они из набора охраняемых действий пытаются синтезировать код на HDL. То есть это как бы новый формализм для описания аппаратуры. А мы наоборот, мы эти охраняемые действия пытаемся извлечь из уже существующего кода. То есть это как бы обратная задача. Скажите, пожалуйста, как ваши работы соотносятся с работами не в области языков HDL, а в области языков программирования? В свое время задачи реверс инжиниринга, то есть извлечения поведенческих моделей, в том числе расширенных кончерных автоматов, довольно-таки хорошие результаты были. Вы как-то их позиционируете среди этих работ? Там все очень похоже, хоть это программирование, а не аппаратура. Ну, я с такими работами знаком слабо, поэтому ответить не могу. Надо познакомиться. Спасибо. Спасибо за интересное выступление очень. И я вот в продолжении вопроса предыдущего могу сказать, что хотя у вас касается аппаратуры, я увидел прямую связь с проблематикой программирования, а конкретно одна из задач. То есть вы фактически вынесли, подняли условия в графе управления наверх. Это вот такая задача, с которой мы сейчас столкнулись. У нас, правда, она еще со временем связана. И у меня вот вопрос. Там у вас презентацию, правда, выключили уже. Там был слайд, на котором были часы. Вводили, да, клок вот этот. Можно, да, открыть? В общем, пока открывается. Собственно, суть вопроса заключается в следующем. Вот эти вот часы у вас, это как бы имитация, собственно, шагов. Если поток в граф управления взять, то есть одно действие идет следом за другим. Правильно я понял это или нет? Да, только одно действие, оно выполняется за один такт, а сигналы, вот эти фигурирующие в часах, они могут приходить извне, там, по какому-то, с какими-то задержками. То есть эти часы, это как бы не шаги выполнения вот этого управляющего потока? Нет, это скорее как бы дополнительные условия специального вида. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас там было указано, что условия, которые у вас важно выполнить, чтобы у вас переменные состояния не присваивались, по-моему, или не были зависимы от входа, что-то в таком духе. Да. А насколько сокращает это объем программ? То есть вы уверены, что для всех программ это верно, что, например, не будет внешне входные данные и присваиваться переменному состоянию? Ну или функции от них? Нет, не уверены. Например, там, система управления светофором. Человек жмет на кнопку, включается зеленый. Вполне можно написать функцию управления, когда цвет светофора зависит от, не знаю, силы нажатия на эту самую кнопку напрямую. Нет, конечно, не уверены. Вы не выкидываете слишком много? Мы выкидываем так называемую комбинационную логику. То есть схемы, в которых состояния нет. Для них алгоритм дает автоматическое состояние.